Периодичностью раз в год я снимаю видео о тех вещах, которые не покупаю. И если вы смотрели мои предыдущие ролики, то все, что я там говорила, остается в силе и сейчас. Некоторые пункты я повторю, но я сойду немножко с другой стороны, и плюс к ним прибавятся некоторые новые моменты. Я задефляю от всего стиля жизни по двум причинам. Во-первых, это бережное отношение к природе. Читали ли вы отчеты о глобальном потеплении или нет? Думаю, мы все можем согласиться насчет того, что осторожное использование ресурсов и сохранение оставшейся дикой природы важно нам всем. Во-вторых, экономия денег. Приведу в пример владение личным транспортом. По самой осторожной оценке, россиянин тратит 5000 рублей на обслуживание машины в месяц. Предположим, что вместо этого он вкладывал бы, начиная с 20 лет и до 60, то есть в течение 480 месяцев. Ежемесячно эту сумму в портфель инвестиционный. Долгосрочно можно предполагать, что процентная ставка будет 10%. К 60 годам у него будет 30 миллионов рублей. Да, здесь не учтены инфляция, налог на прирост капитала. Ну и так понятно, что таких сумм себе никто не представляет, когда покупает себе подержанную машину и считает себя суперэкономным в ее обслуживании. Ведь мы взяли 5000 рублей, в то время как некоторые платят по 20 тысяч. Можно сказать, что удобство доехать до работы на своем авто долгосрочно обойдется в 30 миллионов рублей. Подчеркиваю, я здесь говорю не обо всех автомобилистах. Конечно, машина может быть неотъемлемой частью чьей-то жизни, если человек живет в деревне и так далее. Я и сама не исключаю, что перееду когда-нибудь в глубинку и не смогу там возить в велоприцепе детей по сугробам в ближайший магазин. Но просчитать все это надо. Или еще пример. Принято покупать квартиру по принципу, какую я могу себе позволить, то есть по максимуму. Я руководствуюсь наоборот минимумом. У нас сейчас 70 квадратов на пятерых. Для некоторых это немало, но мы могли бы позволить себе 150 квадратов, взяв кредит при покупке. Так же, как это делало 99% шведов. То есть стандартный швед, делая запрос банку на кредит для покупки квартиры, ищет свою максимальную планку. И опять, я не против того, чтобы кто-то покупал себе квартиру по его максимальному бюджету. Но почему это возведено в стандарт? Ведь экономишь не только при самой покупке, но и ежемесячно в плане обслуживания, меньшего количества квадратов и так далее. По-моему, легче экономить и не получится. Ты ставишь себя в конкретные рамки и потом без усилий пожинаешь плоды своей стратегически продуманной покупки. Единственное, я очень хотела бы переехать в дом и постепенно стать независимой от большинства магазинных продуктов. Хочу большой огород. Ну и в этом случае мы не будем брать кредит по максимальной планке. В общем, квартира и машина – это два больших кластера. Если подходить к их даунгрейду осознанно, то можно сэкономить большую сумму денег. Далее поговорим о вещах поменьше, которые я не покупаю. И да, здесь тоже есть аспект экономии, но мне также важны zero waste и минимализм. Думаю, не удивлю вас, если скажу, что не покупаю шерсть. Да, я живу в Швеции, и по всем делам езжу на велосипеде. Отдать детей в школу, по магазинам. И зимой здесь в минус 10 по ощущениям, так же, как в минус 30 в Новосибирске, потому что высокая влажность. И нередко сильный ветер с Балтийского моря. Но я не мерзну без шерсти, так же, как не мерз Кунтал Джуйшер, покоривший Эверест без продуктов эксплуатации животных. Я не покупаю детям новые зимние куртки, зимние штаны и овероллы. Либо покупаю секонд-хенд хороших брендов, о которых знаю по опыту, что продержатся еще долго. Например, шведская Polar & Ockpuret. У них в магазинах есть такие отдельные вешалки с вещами с рук. Либо беру на прокат, как вот здесь я воспользовалась сервисом шведской компании Huber, которая высылает сезонную детскую одежду скандинавских марок на 3 месяца. По той же логике я не покупаю себе и детям новую спортивную экипировку, а беру на прокат. У нас в городской спортивной арене есть отдел, куда можно подарить свою экипировку. Я недавно отдала туда детский шлем, который аксомалой стал. И так же бесплатно можно брать спортивное снаряжение. Мы брали здесь сейчас коньки. Я никогда не куплю себе Fitbit, не только потому, что он мне лично не нужен, так же, как не нужны и наручные часы, а скорее потому, что я хочу оградить себя и детей, насколько это возможно, от электромагнитного излучения. Я не беру с собой телефон, когда иду на улицу, выключаю роутер в квартире на ночь. В общем, о том, чтобы навесить себе дополнительный гаджет, речи точно не идет. У меня нет тостера, и я не собираюсь его покупать. Хлеб я прекрасно жарю на сковородке. Тостер занимает просто место. В принципе, у меня на кухне было бы место, но я намеренно оставляю часть пространства пустым, потому что не боюсь пустоты. Попробуйте оставить часть полок или шкафов пустыми, это класс. Если вы переезжали в новую квартиру, вспомните то чувство, когда въезжаете в пустую квартиру и начинаете ставить первые вещи. Примерно такую же уравновешенность мы хотим воссоздать, оставив некоторые полки и поверхности пустыми. Дальше я не покупаю никаких придиванных, прикроватных, столиков, тумбочек. И это мое личное предпочтение, хотя я вижу в них смысл, но с ними труднее убираться. А для меня легкая уборка важнее удобства. Я не покупаю цветы, у меня нет вазы. Собрать цветы в поле или в огороде это прекрасно, но купленные в магазине законсервированы, обработанные химикатами цветы, да не в жизни. Без химикатов рухнул бы весь международный рынок цветов. Флористы тоже должны задуматься об окружающей среде и начать открывать экологически чистые магазины. Я не покупаю медикаменты и лекарства. В экстренной ситуации я ими воспользуюсь, но если речь сойдет о хронике, то я обращусь к натуропату. У меня дома нет таблеток от головы, боли утоляющих, жаропонижающих, антибиотиков. Аксу я за его 3 года вообще неразно не давала антибиотиков, повода не было. И если что, то я обращусь к натуропату. У меня есть дома природные средства, циолит, куркума в капсулах, уголь, травы. Я периодически провожу детоксы тяжелых металлов и делаю все в плане предотвращения болезней. Также есть витамины, например, я приобрела высокодозированные С, А, цинк. Это на случай, если кто-то из деток заболеет корею или любым другим вирусом, заболеванием. Я руководствуюсь книгой доктора Мендельсона «Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам», а также советами Энтони Вильяма. Я не покупаю мейкап. 4 вещи, которыми я пользуюсь. Уходовый лак для ногтей, карандаш для бровей, тушь и консилер. Эти упаковки у меня как минимум с 2018 года. Карандашу для бровей вообще уже лет 10. Когда у вас кончится какая-то декоративка, посмотрите, можете ли вытянуть без нее. Чем больше у вас мейкапа, тем меньше вы себя цените. И здесь я говорю не о тех, кто работает с этим профессионально, а про нас, обычных девушек. Цель этого видео не в том, чтобы вызвать у вас чувство вины, а наоборот в том, чтобы дать вам силы. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете, в чем ваша истинная мотивация. Я не покупаю никаких кремов, растительное масло и какие-то натуральные самодельные маски. Это весь мой уход. О необходимости каких-то продуктов антиэйджинга с определенного возраста, пожалуйста, не смешите меня. Это же чистый маркетинг. Насчет SPF. Мои дети ни разу не сгорали. Мы все лето проводим на улице. Также иногда ездим в теплые страны. Никогда не пользовались солнцезащитными кремами. И не сгорали. Мне кажется, это отвлекательный маневр. Самое главное это питание и насколько у ребенка не просаженный иммунитет. В общем, это мой опыт. Мы не пользуемся кремами и не сгораем. Не покупаю средств одноразовой гигиены. Для дней у меня менструальное белье и чаша. Бреюсь металлическим станком и очень довольна. Вместо кошелька у меня на телефоне наклейка карман, где лежат пара моих карт. В Швеции наличными деньгами не пользуются, поэтому, соответственно, у меня их нет. Я не покупаю книги. Одна тоненькая детская книга здесь стоит полторы тысячи рублей, поэтому с детьми раз в месяц ходим в библиотеку. А себе я там беру электронные книги. Конечно, есть исключения. Например, новую книгу немецкого врача «Веганство. Самое здоровое питание с медицинской точки зрения» я в шведской библиотеке не найду. Электронной версии нет, поэтому я закажу ее себе из Германии. Дальше. Я не покупаю картины, декор. Единственное, на Новый год у нас стоит одна коробка, которой мы пользуемся каждый год. В ней украшения на елку, лампочки, детские поделки. Все остальные праздники нет. Я люблю простор в квартире. Из декора могу себе купить разве что живое растение и свечи, но не профиновые, а из рапсового воска. И здесь на холодильнике у меня пара магнитиков. Я не покупаю мебель, одежду, игрушки из пластика, полиэстера или других ненатуральных материалов. А если покупаю, то из переработанного пластика или секонд-хенд. Конечно, будут попадаться какие-то части из пластика, и это ничего страшного. Но в целом я пытаюсь отдавать предпочтение натуральным материалам. Деревянным, из органического хлопка, из джута. Набирают обороты пластик из растений. Например, модель LEGO с большим деревом создана полностью из растительного пластика. Я не покупаю новые вещи, пока старые еще работают. Например, на кухне. Пока все стаканы из одной серии не разобьются, я не куплю новый набор. Из тарелок у нас тут уже кое-что побилось. Вот этих плоских было 4, сейчас 2. Куплю новый набор из таких тарелок, только если и эти две разобьются. Вы уже знаете, что я бросила кофе. На этот раз без проблем, сама не верю. Пью чай 2 раза в день и перестала покупать чай в пакетиках. Покупаю листовой и завариваю его во френч-прессе. И последний пункт на сегодня. Сухие продукты питания, такие как лапша, рис, пшено, геркулес, бобы, сухофрукты, я не покупаю в маленьких пластиковых упаковках, а заказываю в бумажных упаковках. 2-3 килограммовых. В онлайн-магазине Zero Waste. У них доставка по всей Швеции и посылка приходит упакованная в переработанной бумаге. Надеюсь, что этот список вдохновил вас. Рекомендую прочитать книгу «Предсмертная уборка» шведки Маргареты Магнусон. Смысл этой шведской уборки не в том, чтобы оставить только то, что нравится и чем пользуешься. Тут скорее более долгосрочная перспектива. Вам не следует допускать даже в мыслях, будто кто-то захочет или сможет потратить время на то, чтобы сделать для вас те вещи, о которых вы не с извольте позаботиться сами. И дело тут не в том, что вас мало любят, просто не взваливайте на них еще и эту тяжесть. Я один человек из 8 миллиардов, а на этой планете более 4,5 миллионов других видов. Я не буду оккупировать своим барахлом их место и стараюсь, чтобы все, чем я владею, было на одной волне с природой. Субтитры сделал DimaTorzok